Давайте, друзья, еще маленькие зарисовки. Несколько всех из вас говорят, как дела? Вот просто вот письмо, а там написано, Константинович, как дела? И как я должен отвечать? Вот. Мне больше всего интригует, извините, я люблю поговорить. На улице встречаю знакомых, не видел несколько лет. Он идет мимо, не снижая скорости, не останавливаясь, приветливо машет рукой. Константинович, как дела? Пока я открываю рот, чтобы сказать, все нормально, или пожаловаться на цены, мало ли на что. В это время смотрю, он уже в пяти метрах от меня и вижу только спину. Так вот, чтобы такое случалось пореже, давайте сад без прикрас. Итак, что такое цветет и почему цветет? А мне этот смутил, знаете кто? Чернобаев. Он же меня просто за пояс заткнул. Правда, он этого не хотел делать, но он взял мои венгерки темно-синие, привил на культурные абрикосы и получил розовые венгерки необыкновенной красоты и вкуса. Я вам рассказывал, вот, два года назад я сказал себе Железов, тебя постепенно отясняют на второй план. Значит, Латинков твои эти самые королевские привил у себя на свои эти подвои. Вот, сказал Константинович, я сохраню твои клоны. Ага, сохраню. Они стали еще красивее, крупнее и слаще. Вы представляете, что творится? Я отхожу на второй план. Далее еще, еще скажу сзади. Пожалуюсь на, извините, уже на покойного, до покойного Бориса Боднара, Царство ему Небесное. Вот. Он приехал ко мне лет 15 назад и получил от меня веточку того самого абрикоса, вот, который называется якобы Петр Великий. Вот, и уехал. И забыл я про эти на 10 лет, что я ему веточку дал. Пока однажды, а у меня-то они это, тю-тю, долго не прожили, вот. Нет, есть еще, но или замерзли прививки, или измельчали. А я-то ждал 150 грамм, и вдруг я приезжаю к нему, правда, уже урожая не было, и он мне говорит, я говорю, слушай, сколько у тебя сортов абрикосов? Говорит, три. Называет два сорта, которые я уже забыл, и говорит, Петр Великий. Я говорю, а, 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 как, мой Петр, да, чё, какие плоды? Он опять показывает, вот такие. Вы представляете, после этого что было? На следующий год я захватил эти плоды, они оказались примерно 70 грамм, а не 150. И когда я сказал, значит, я спросил, я говорю, Борисович, ты сказал, что они вот такие. Что ж ты хочешь? Ты бы видел этот урожай, кайфи, сумасшедший. Вот так он оправдался. Я переношу к себе, но я теперь, пока у меня они не заплодоносили, опять второй. То есть теперь уже я у него беру черенки с того, что я привез с Украины, и тут уже я второй. А это я продолжаю жаловаться на вас, друзья. Вы что, совсем это наглость потеряли? Значит, Калининградская область. Мой бай. Всё дерево в 130-граммовых плодах. Мой бай. Переписка сохранилась. Ну, опять я жалуюсь. Шаламай, мои персики, которые даже у этого самого видели, ну, 60-80 грамм хасанские. А у меня вообще 50-60 грамм. Вот. Шаламай взял их на это. То ли на степную вишню, то ли на волочную. Я уже забыл. Получил 200 грамм, а некоторые крупнее. И это он меня обошёл. Да что это такое? Чернобай вырастил розовые эти самые венгерки. Необыкновенной красоты. Вы думаете, я всё перечислил? Если как начну жаловаться, так и уйдёт на всё это время. Вот. Вот я решил опять вернуть себе это. Привил. Вот им два года. В прошлом году были синие, но с храпинками уже розовыми. Помните, я показывал? Ещё год ждём. Вот всё несколько месяцев решится. Если чуть-чуть добавится ещё розовости, значит, я на верном пути. А Чернобаев, Дмитрий, друг мой, он что с ним взять? Он художник. Ему захотелось, и с первого раза получилось. Вот так, пожалуйста. Вот. Вот это вот самая тяжёлая вещь. Я вам покажу потом добрую сотню вот таких прививок. Я их называю прививки в скелет. Сейчас я посмотрю. Идёт запись, нет? Ага, идёт. Значит, вот сюда не смотрите. Это просто веточка. Чтобы был вот такой объём. Я веточку тоже накрыл. А он... Я сейчас снимать буду. Только сейчас накрыл. Вот чудо. Это невозможно. Ветка считалась мёртвая. Несколько дней вымачивал. Без всякой надежды. Вот чудо, что вот эти 150 грамм я всё-таки получу. А может, они не будут 150 грамм. Мне друг прислал, и... Знаете, как там было название? Это, Господи, уже успел забыть. Второе слово. Кот. Первое слово. Ну, я потом же ещё... А может быть, тут написано, тут же есть это. Вот. Ну, тут же есть бирка, только она с той стороны. Слово кот. И вот это вот, маленькое, жалкое, вот он побег. Видите? Живой, живой. Вот второй побег. Вот под моими пальцами. Живой. Вот это чудо, это счастье. И это ещё не всё. Мне ещё надо себе потом ветку взять, а потом перенести на манжурский абрикос. И вот тогда чудо случится. Это может и замёрзнуть. Ну, что, 50 грамм, какой хрен в Сибири. Да ещё привито на академика, который, в свою очередь, привит на манжурца. А теперь мои разъяснения. Виктетерная мобилизация существует. Эй, девочки с этой, допустимцы Тимирязовки. Я уже вынужден с этим считаться. Я на манжурца привил, тогда эти самые, 105, ну, не 100, они не все были. Там были на дереве 80 грамм, 100 грамм, 120. И самые крупные не лазили в банку. Ну, согласитесь, чудо. Пётр Великий, да? А я когда привил, у меня фотографии есть. Они получили 40-граммовые, ну, 50, ладно. На манжурца привил. Может, ошибка была. А в этот раз я привил на академика, который средний вес по 100 грамм. Это даже не академик, клон академик. Вы теперь догадываетесь, о чём пойдёт речь? Мне нужно сохранить вот это вот. Одно из культурных качеств, это крупность. Вот это мне нужно сохранить. Поняли, да? Вот пусть уже небольшой сюжетик. Так. Что ещё вам показать? Я даже затрудняюсь, потому что мы уже с вами тут были. Были не раз. Вот. Наконец, ну, ещё то, чего в тот раз мы не могли видеть. Красота какая. Засветает яблоня. Вот если все эти... Это небольшое дерево. Это Антоновка 400-граммовая. Вы помните это дерево? Тут плоды были, ну, может быть, 300 грамм, 350. Ну, и сильно много было. И опять в этом году. Если не дай... Кто тебе сказал... Фу-фу-фу. Короче, если все они заплодоносят, то дай бог, если они будут 200 граммовые. Но мне интересно другое. То ли подвой. Потому что ягодная яблони сибирка, она же тёмно-бордовая. У неё, у этой... У Антоновки получился розовый налёт. Интересно? Ну, что, встречаемся осенью? Возле этого же дерева? Или не встречаемся? Вот. Антоновка за номер два. Но вы скажете, ой, одинаковые. Что теперь на другую смотреть? Они же одинаковые. Да, были. Дело в том, что, возвращаясь к этой Антоновке, вот, я в неё вживил вот эту ветку. Как ей тяжело. Ведь она пришла с Крыма. Вот прививка, видите? Вот на ней написано. Внимание. Golden Delish. Причём, настоящий Golden. Вон мои Golden. Вон они, видите? Беленькие цветут. Вот. Но это оказался не Golden. Какую рюмку ты не проведёшь. Вот. Как была на бирке написана Golden, так и до сих пор написано не Golden. А настоящий Golden, это когда прямая посылка пришла с Крыма. И там тоже было написано Golden. А эти санкции сразу и погибли. Но мы-то с Сергеем Железовым не дураки. Мы веточку успели взять. И вот эта веточка превратилась вот так. Да, подмёрзла капитально. Видите? Капитально. И я уже взял с неё на второй год, я взял веточки на прививку. Для чего? Я думаю, спасу. Потому что вот это же не простит мне дерево. Оно же всё равно должно погибнуть. Я сейчас с удивлением смотрю. Оно живо. Внимание. Оно живо. Вот. Значит, ещё будут веточки. Ещё будем это раздражать. Короче, настоящий Golden, а настоящий Golden это же мировой лидер. Вот так вот мы это. Подумаешь, за посылку отдали там тысяч пять, что ли. Все персики сразу умерли после посадки. А яблони пожили. Кстати, вот последнее. Видите, есть тема для разговора. В прошлый раз, когда я фильм снимал, я только до неё дошёл. Потом что-то мне помешало. Да, кстати, я вам ещё персики сходы покажу. Да. Похвастаюсь. До сегодняшнего дня. Я ещё не знал, зайдут ли. Итак, видите, что там написано. Я даже помню, я руку протянул, и в это время звонок помешал нам продлить разговор. Вот. Вот это та же самая веточка была. Это не то дерево с посылки. Это его потомок. Это я веточку отодрал. Смотрим. Думаю, тебя помню. Своей памятью жить. Ну, правильно. Голден деревьев сейчас. Это значит, что я умудрился уже вырастить дерево. Ну-ка, кто ещё не думает свести? Вот. А-а-а! Я отсюда взял веточку. Вот. И перенёс её. Может, вот эту веточку. Вот. И перенёс её туда. Вот как было. Видите, как без памяти жить. Надо будет постоянную бирку. Вот. Теперь хоть одна цветочек была. Хоть быстрее узнать. Там ещё год ждать меню. Ну, хоть один цветочек. Ну, выглядит как взрослая. Я уже три года. Цветочек, цветочек валяю. Я помню, один цветочек был. Он мог отвалиться. Первый цвет, обычно это пустоцвет, я так и называю. Первый цвет, пустоцвет. Может быть, где-то, когда отпали листики. Листики, эти самые, от этой самой, бутончик отпал. Может, она есть. А, следующая тема. Всё, понятно. Ещё год ждать придётся. Увидеть тот самый мировой лидер, настоящий голден. Мои, вот они, вот, смотрите. Вот, вот, вот. Вот, видели? Вон он, вон он. Так. Теперь, который я цвету. Вот эта тема направится сама. Внимание! Вот эта божья коровка. Это я не вам. Дело в том, что вы, наверняка, знаете. Её не знают так называемые специалисты, которые требуют в этой паре... А вон ещё, смотрите, какой их симпатичненький этот самый паучок, да? Я с ними не боюсь, даже когда они паутины закрывают. Пускай, не жалко. Вот это вот, вот, паучок. Вот божья коровка. И никаких ядов. А они же не знают, что божья коровка, вот, именно сейчас, начинает размножаться, начинает питаться первыми тлями. Вот. Это экологическое равновесие. Давайте ещё что-нибудь посмотрим. И требует... И вот что интересно, когда опрыскают, да? Ну, вы понимаете, что через... Пару недель уже придётся брать косу. Вот. Кстати, в этом году... Я не знаю, ребята, я в этих травах-то ничего не соображаю. В этот год одуванчиков. Ой, сколько их! И чем это кончится? И почему они такие? Вы представляете, это целое это... Это миллионы одуванчиков. Везде их, куда едешь. Вот. Привет. А ты откуда взялся? А я кашу же там. А что же я Сергея видел? А ты был там? Нет, я на том участке косил. А, ну, то есть ты приехал? Ну, я с ним приехал. Ладно. Ну, друзья, вот это вот. Вот. Улыбнись. Вот. Как там было? Улыбнись. Снимает скрытая камера. Снимает. Впереди, Андрей. Пойдем похвастаться, всем покажу. Ты еще не видел. Во-первых, за этот вот несколько квадратных метров меня съели. Все. Как я мог, когда нужно садить овощи? Под овощи ничего не осталось. Места нет. Я тут занял все. От меня уже половины нет. Волос уже нет. Все. Однолысина. Но толку нет. Смотри. Внимание. Вот. Думали, в челжелезо они взойдут. Я говорю, Юля. Я говорю, Даша. Я говорю, Ирина Васильевна. Давайте. Садите косточки. Все их продают даже по 100 рублей. Ведь это же невыгодно. Смотри. Персик. 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 Сейчас, погоди, с той стороны зайду. Вот. Люблю хвастаться. Домой в 4-5. В 4? Давай в 4. Вот еще персик. Еще персик. Я вас не обманываю? Ну, вон еще персик. И вон еще, видите, где воткнуты палочки. Персики. А вот. А эта грядка посажена недели позже. Короче, народ, который меня вовсе не считает опытом садоводом. Давай, давай. Подходи. Который не считает меня опытом садоводом. Вот. Может, я тебя потом на несколько минут задействую. Ладно? А то не хватает рук. Это. Сгнила груша боксерская. Надо повесить. Грушу боксерскую повесить надо. Фух. Так. Ну, а раз я сказал слово груша боксерская, это, ребята, ключевое слово. Что я имею в виду? Итак, начинаются трудные времена. Вот. Если брать обстановку в стране, как сегодня сказал люди, которые не скроют, это не политика, которые говорят, социалку, умнейший человек, наш человек, наш, из этого, из правительства. Он сказал, то есть я не это, не, лишнего не скажу, социалку и войну одновременно в стране не потянуть. Это означает, догадываетесь, я предлагаю, я делаю специальный фильм. Я покажу десятки фотографий. Я скажу, ребята, быстренько, молодежь, которая сидит за гаджетами и смотрит всякую херню, быстренько переучиваем. Надо научить их всего, чему мы знаем мы. Понимаете, я специально сделаю фильм и скажу, что я имею в виду, каким профессиям, в первую очередь, надо научить детей. Никогда не помешает. Есть возможность запрягать лошади. Не всегда мы сможем это, на тракторах пахать. Вот. И не смейтесь только. Вот по такому принципу. Есть возможность, в каждом дворе, в каждом доме, у меня 20 лет в квартире висела груша, я сюда ее перенес. Прямо к потолку прибитая. Вот. Есть возможность. Мальчишка, подросток, к сожалению, считалось раньше, что учить детей этому нельзя, потому что они поубивают друг друга. Но сейчас наступило такое время, когда оттачивать удары, блок, удар, блок, удар, блок. Если ты ударил первый, значит, сдачи уже не получишь. Если кто-то ударил тебя, значит, раскрылся, и он совершенно беспомощный. Вот и это. Вот. И как выжить, когда, если ты не умеешь стрелять, пусть из охотчего ружья. Если ты не умеешь рыбачить, вот. А если ты не знаешь, что острогой может прекрасно рыбачить, вот. Для этого не надо иметь сетей, много чего не надо иметь, за что могут даже посадить. Вот такие общие рассуждения. Я, наверное, закончу на этом. Потому что после вот этого вот перехода на воспитание детей, да, вот, после перехода, уже любое, в общем, я считаю, как стирис. Последнее запоминается лучше всего. Последнее лучше всего запоминается. Ну, а вы ходите по молодому саду, который живой и почему-то умирать не собирается. А вот даром что-то Сибирь. Потом, наверное, будем обходить уже, когда я сниму вот такие пленки. Вот, видите? Вот это я сниму. Вот. И, вон, смотрите, видите-ка, срочно снимать надо. А я сказал, последнее запоминается. Но я не мог устоять. Вот прямо сейчас на улице потеплело резко. Сейчас там, ну, если снаружи сейчас градусов 10-15 солнца, то внутри уже 20-25. Вот видите, чуть-чуть бы еще. И прощай прививка, смотрите. Вот так. Это пока здесь бросаю. Потом я делаю так. Когда дерево распустится, прививку трудно найти. Вот поэтому я беру вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Это временно. Временно. А потом сюда тряпочку вешаю. На все лето. Вот это все какой-то такой даст. Такую-такую крону, что вот эту прививку, бог не знает, как искать. А ее надо будет, кстати, видите, это, все было нормально. Но мазь скукозилась, оголилась, смотрите. Закрываем, все, уже не оголилась. Вот. То есть, это еще дополнительная проверка. Теперь пленку эту я сниму в июле. Не позже. Дальше портится кора. Об этом многие не знают и умудряются. Радуются аж до следующего года. А в следующем году весной смотрят, саженец не проснулся. Пленку снимают, а на ней было написано на упаковке. Пленка светоразрушаемая. Ух, какая она светоразрушаемая. А она не захотела разрушаться. А под ней разрушилась кора. Фух. Ну, хоть это запомните. Согласна в стерлицу. До свидания, друзья. Я надеюсь, принес какую-то пользу. Вот. Много говорю, но по делу. Сейчас вот пойду снимать эти пленки. Ох, у меня их много, особенно на том участке. Вот. А кстати, видите? Ну, опять продолжаю. Вот он. Этот за один год умудрился. Смотрите. Прививка. Сразу покрылась почками. И на второй год зацвела. Видите? Это тоже венгерка. Но у меня разные венгерки. У меня венгерка... Грация. Венгерка богатырская. Венгерка сорочинская. Правда, я люблю больше сорочинскую. Догадайтесь. Вот. Почему? Да. Вот муравей наконец увидел. Смотрите. Видите? Настоящий. Неподдельный. Так вот. Этот муравей, он не садит плюх. Вот. Эту ферню придумали, чтобы толкать вам яды. Вот. Видели сейчас муравья? Он проводит осмотр. Это его работа природная. Это его программа. Он ради этого живет. Вот сейчас на том дереве мы видели паучка. Возможно, его уже обнаружили и едят. Ведь их же огромное количество муравьев. Вы представляете, сколько муравьев тут. Вот. И раз они тут есть, то им надо что-то кушать. А они плотоядные. Кстати, тлю едят, аж хрустает. Поэтому пусть на этом и закончится наше кино. Вот. Приятно смотреть, да? На второй год вот такое чудо. Ну, еще пока... А, еще много у меня прививок. Все. Все-все-все-все. Ждем подсветения. Нет. Теперь уже плодоношение. До свидания, друзья. Вам таких же урожаев. Благодарю за внимание. Продолжение следует...